На самом деле производитель даже не обещает того, что коляска будет вездеход, что вы везде сможете на ней проехать. Это уж я так. Насколько эта коляска подходит, так скажем, для российских дорог. Всем большой привет и это тест-драйв коляски Africa Magical Air. Мы сейчас приехали на дачу. Я бы не сказала, что здесь идеальные дороги и здесь не любая коляска проедет хорошо. А что самое главное, не любой ребенок будет чувствовать себя в ней комфортно. Когда я покупала эту коляску, я полагалась на ее легкость. Весит эта коляска 2,8 кг. Для коляски трости это просто невероятно легкий вес. И я не нарадуюсь никак тому, что я когда езжу в метро, а я езжу в метро часто. Мне достаточно взять ребенка в одну руку, сложить коляску другой рукой и повезти ее на плечо. Я не чувствую тяжести вообще. Наверное, для таких мобильных ман, как я, это необходимо. Цена этой коляски немного возросла с предыдущими годами. И сейчас она стоит от 12 тысяч до, ну, не будем говорить о самых высоких ценах. Мы ее покупали за 12 тысяч 900 рублей. А коляска японская. Собирают ее в Китае. Ну, знаете, даже австралийские уги тоже шьют в Китае. Так что коляска японская. Здесь нет ничего лишнего. Маленький капюшон, который понравится не всем мамам, но это очень легко решаемая проблема. Можно купить какую-то накидку, что-то типа продолжения капюшона. Матрасик. Коляска предназначена для детей не с рождения, а с 7 месяцев. Матрасик съемный для того, чтобы его можно было постирать. Мой ребенок очень любит вкусно покушать в коляске, поэтому для нас это очень здорово. Также откидной бампер двумя кнопочками снимается с одной стороны. Ручка очень удобная. То, что она соединена здесь воедино. Очень маленький багажник, но никакого другого багажника здесь просто быть не может, потому что коляска маленькая, очень маленькая. Вот она я, вот коляска. Колесики здесь удивительно хорошо продуманы и сделаны, потому что получается здесь вот переднее правое колесо, например, да? Вот здесь колесико, и они могут разъезжаться в сторону. Это называется 3D-амортизация, когда каждое колесо по-своему воспринимает какие-то неровности. И ребенок, на самом деле, когда мы ездим по любой неровной дороге, сидит очень ровно. Видите, как колесо ходуном ходит? Коляска достаточно низкая. То есть, если мы возьмем, например, Априко Стик или Априко Флайли, они будут намного выше. Но, опять же, эта коляска для деток постарше, и, наверное, поэтому она такая многофункциональная, и поэтому она такая легкая. Вот, пожалуйста, здесь ужасный песок. Мы застряли. Ну, еще застряли. Вообще, эта коляска придумана для того, чтобы на ней ездили в торговый центр по хорошим городским асфальтированным тротуарам. Ну, а здесь, как бы, на самом деле, производитель даже не обещает того, что коляска будет вездеход, что вы везде сможете на ней проехать. Это уж я так. Насколько эта коляска подходит, так скажем, для российских дорог? Для российских магазинов она прекрасно подходит. Вот для российских дорог, вот видите, такие камни. Вот здесь я ощущаю просто гигантские проблемы с тем, чтобы проехать. Что делаю? Что я делаю? Я беру камеру в одну руку, коляску беру в другую руку и пошла. Оп, оп, оп. Не очень удобно, конечно, с камерой под мышки, но главное это то, что мы прошли. Вот по такой дороге, по траве, по небольшому песочку. Она едет очень хорошо. Здесь вот есть такой замочек, когда он синий, значит коляска заблокирована от складывания. Когда он красный, коляску можно складывать. Здесь вот есть кнопочка, мы нажимаем и складываем коляску. Когда внутри ребенок, мы коляску не складываем. Что еще здесь есть такого, о чем я не сказала? Подножка, конечно же, есть. А сама по всей конструкции очень многим кажется супер хлипкой и очень ненадежной. На самом деле коляска очень крепкая, и она даже не скрипит, трясет, она не разваливается. Годами служит. Это я знаю точно из отзывов других мам. Одно колесо как у фуры повисло. Это очень удобно. А вон передние колеса, они вообще в сторону разъехались. То есть ребенок чувствует себя замечательно в этой коляске. Его нисколько не трясет, ничего. Что касается раскладывания спинки. Раскладывается спинка здесь вот таким тросиком. Раскладывается на 140 что ли градусов, 135 или градусов. То есть она раскладывается не полностью в лежачее положение, но опять же я напоминаю, что коляска не для детей с рождения. А складывается она вот так. Ок, и все. Пошли. Пошли.